Привет, друзья, я Григорий Герман. Сегодня с политологом Владимиром Фисенко о том, как быстро Запад сможет понять, что Украина может победить, что то, что происходит в Курской области, это не случайность, а это закономерность. Вот как быстро Запад тоже сможет пойти по этому треку. А как быстро Путин сможет прийти к идее, что ему таки придется торговать территорией. И это будет еще лучший для него вариант, потому что второй вариант это создание, как бы мы не устали шутить по этому поводу, Курской народной республики с бело-сине-белым флагом. О республике, которая будет создана и которая будет управляться российской оппозицией, создавая тем самым действительно территорию свободную от путинского режима, альтернативную Россию, возможно, даже прекрасную Россию будущего. А обо всем этом и не только прямо сейчас. Оставайтесь, будет интересно. Для того, чтобы наши зрители, в том числе и русские, еще раз осознали, а что, собственно говоря, происходит, первый вопрос у меня будет такой. Впервые на ядерную страну, на территорию ядерной страны, заходят регулярные войска противника. Ну, в 21 веке так точно. Можно говорить о том, что Китай заходил на остров Долянь и так далее, но вот так, ну, это глупости были все, да, несерьезные. А тут вот тысяча квадратных километров захваченной территории. А Путин в ответ на это объявляет контртеррористическую операцию. Я не я и рожа не моя. Что поменялось? Почему так? Куда делась ядерная елда, которой они помахивали в течение всех этих двух лет? Ну, елда никуда не делась и про нее забывать не стоит. Но то, что Путин в ответ на многочисленные призывы в телеграм-каналах, в социальных сетях, ну, вот всего этого Z-сообщества так называемого, ну, хотя бы объявить войну. Ну, надо объявлять войну бессмысленно. Мы ведем войну полноценную, полномасштабную с 24 февраля 2022 года. А война фактическая, в гибридной, локальной форме на Донбассе идет с 2014 года, уже 10 лет. Поэтому нам это объявление войны ни холодно, ни жарко. А вот для россиян, видимо, это могло быть красной чертой. Даже символически. То есть это уже война не только для вот этих всех зэдпатриотов, для военных, для добровольцев, контрактников. Нет, это для всех будет война. И я думаю, Путин опасался даже этого простого решения. Потому что тогда это могло бы разрушить всю ту относительную, но, видимо, хрупкую социальную, психологическую стабильность, которая существует в столице, в Москве, в Питере, в крупных городах. И все это может поплыть. Поэтому Путин максимально осторожен. Вот это, я думаю, один из главных эффектов этой спецоперации. Ну, короля показали голым в политическом смысле. Что он, на самом деле, не такой страшный, не такой грозный, как думали многие, не только в России, но и на Западе. Вот эти страхи, эти красные линии, что давайте не дразнить Россию, не дергать этого русского медведя за усы. У этого медведя ядерная бомба. Давайте будем осторожны. Я прекрасно знаю из дипломатических источников и политических, что нам неоднократно за все время полномасштабной войны давали настоятельные рекомендации. Ведите только оборонную войну. Не входите на российскую территорию. Потому что, ай-яй-яй, как будет плохо после этого. А теперь вот тест произошел, перепроверка. А как на самом деле? Оказалось, что не так страшен российский черт, как его молюют. Молюют не только в Кремле, но, к сожалению, и на Западе. С другой стороны, вот тоже показательно. Несмотря на вот эту всю пафосную риторику, русские своих не бросают. Оказалось, еще как бросают. И оказалось, что наступление на Донбассе для Путина и Герасимова гораздо важнее защиты Курска и жителей Курской области. Вот это тоже показательно. Кстати, тоже интересный эффект, про который пусть россияне тоже подумают на досуге. Куда отправляют жителей Курской области, а это уже больше 100 тысяч человек, которых эвакуируют? Куда? Не в Москву, не в Питер, не в Нижний Новгород и даже, я не знаю, в Рязанскую или хотя бы даже близкую Воронежскую область. Нет, их отправляют с глаз долой и с сердца вон. В Запорожскую область. Там, где идет война. Ну, потому что там войной никого не удивишь. И там все рассказы вот этих жителей Курской области, которые вынуждены были сбежать от войны, испытать то же самое, что испытали и испытывают миллионы украинцев. Вот они тоже это испытали. Но там этими рассказами никого не удивишь. А вот если эта волна рассказов о том, что происходило и происходит в Курской области, будет распространяться по глубинной России, по российским столицам, ну, как-то не комиль в по. Я думаю, что в Москве этого тоже опасаются. Я думаю, что, особенно в первые дни Курской операции, это стало шоком для России. Это стало абсолютно новой реальностью. Теперь уже про новую реальность надо говорить в Кремле не только по отношению к Украине, по отношению к самим себе, к России. Это тоже новая реальность, с которой им надо считаться. Так что... Как это у Европы была очень замечательная формулировка, с учетом реалий, сложившихся на земле. Да, да, вот-вот новые реалии, сложившиеся на земле, появились уже для самого Кремля. Да, ну и еще одна такая деталь. Август, который давно имеет репутацию плохого месяца для России. И Курск опять. Итак, еще немножко Курск переменуют. Переменуют. Я так понимаю, что у Путина комплексы по поводу Курска, наверное, могут возникнуть. Да, и все, что связано с Курском, будет вызывать у него не просто идиосинкразию, а какие-то, наверное, физиологические реакции. Поэтому не удивлюсь, если Курск переменуют в результате нынешних событий. Но так или иначе, да, вот Курск стал ударом под дых в прямом и переносном смысле для кремлевского режима и для нынешней России. И стал новой реальностью и в контексте войны, и в политическом смысле. И тут интересная штука, потому что Курск мог бы стать для России и для путинского режима в идеале тем самым пусковым крючком, который бы мог запустить войну народную, войну отечественную. Вставай. К этому тоже призывают. Да, но призывают к этому те самые Z-блогеры, какие-то ноунеймы, какие-то анонимы, иногда депутаты и пропагандисты. Но в основном, основная машина государственная, которая бы позволила этой войной народной забить весь эфир полностью плотно, так что ни одна муха бы не проскочила. Она безмолвствует. Они не хотят, они боятся запускать эту «Вставай, страна огромная». Да, вот это правильно вы отметили. Да, потому что это действительно вот такой эмоциональный тренд, который прослеживается по телеграм-каналам, по российским социальным сетям. Вспомнили вот этот известный гимн 1941 года «Вставай, страна огромная» и «Вставай на смертный бой». Так они уже это говорили. Дело в том, что уже это говорили. Говорили в 1922 году, но говорили к тому, что вот надо встать, защитить своих в Украине. А то, что теперь надо защищать своих в самой России, как-то сейчас вот говорить, это значит признать свою слабость. Это значит, что война пришла к ним, гумеранг вернулся. Вот по-известному опять-таки любят в России вспоминать вот эти все еще сталинские культурные, скажем так, мемы. Кто к нам с мечом придет, тот отмечает, погибнет. Ну так вот, меч, с которым они пришли в Украину, он теперь в Россию возвращается. Все это возвращается. Но они не хотят это признать, потому что действительно боятся. Они боятся пережать, перебора боятся. Потому что и так градус подняли высоко. А когда градус поднят очень высоко, вот этой войны, этой эмоции ненависти, то тоже ведь опасно. Ненависть может обернуться не только против украинцев, но и против Кремля. Кстати, отмечу, тоже важный момент, один из эффектов Курской операции, рекордный показатель сдавшихся в плен. За всю войну не было такого числа, за короткий период времени, за неделю военных действий, чтобы столько людей сдались в плен. Или рекорд, когда больше ста военнослужащих российских сдались в плен одномоментно. Это тоже очень показательно. Вот уже даже по первым данным общественной реакции на события в Курской области уже заметна поляризация. Выросла у зет-публики, участие тех, кто колеблется, у некоторых жителей Курской области выросла эмоция агрессии. Несколько увеличилось число таких людей, но их было около 15%. Даже если сейчас стало процентов 20, это далеко не большинство. Но они заметны очень. И они опасны, потому что, как и Пригожин, это же феномен Пригожина. Это вроде бы твои союзники, те, кто воюет, кто агрессивнее всего настроен. Но если они выходят из-под контроля, они же и на Москву могут повернуть. Я думаю, в Кремле об этом помнят. Они не хотят повторения этой истории. Вроде бы повернут для того, чтобы там скинуть Герасимову и Шойгу в очередной раз. Но придут-то в Кремль, еще неизвестно, чем закончатся и кого они там найдут. То есть эффект может быть и такой. Тоже один из важных эффектов, проявившийся конкретных. Может быть он нишевый, такой локальный, ограниченный. Но на самом деле из него многое может вырасти. Это матери срочников, солдат срочников, которые боятся за своих сыновей. Раньше Кремль говорил, ну потому что вначале что же срочники участвовали в боевых действиях, ну когда войска вводили в Украину. И тоже стали первыми жертвами. После этого формально запретили. Но их поставили на границу. И вот теперь они тоже стали жертвами под ударом. Даже придумали для них мем. Мем на самом деле оскорбительный. Мальчики в трусиках. У этих мальчиков правда автоматы. И другое оружие было в руках. Но тем не менее движение матерей опять появилось. Которые вопят, говорят о своих страхах, обращаются к Путину. И это тоже новый фактор социальной нестабильности, напряженности. Ситуация может вырваться из-под контроля. Еще один очень интересный феномен. Возможно он для кого-то является феноменом. Это то, как российские граждане встречали украинские войска. Это феномен особенно заметен, если сравнивать видео, когда жители Энергодара, жители Херсона, жители городков под Киевом встречали российских оккупантов. И как отсутствие полное россиян, когда по улицам Суджи ездили украинские военные. И это достаточно любопытная штука, потому что во многом она является прообразом того, как будут реагировать, например, жители Донбабве и Луганды или жители Крыма. Когда в конце концов туда тоже придут украинские освободители. Общество патерналистское, то есть воспитанное в атомизированное и патерналистское, не способно на какое-то организованное сопротивление. Мне кажется, что показатель того, как это происходило в Курской области, это показатель того, как это может и там происходить. Да, это тоже один из косвенных эффектов Курской операции. Одни бегут, другие остаются, третьи считают, ну пусть уже поскорее это все закончится, да, вот лишь бы не было войны. Первые годы после российского гибридного захвата части Донбасса большинство людей, по данным социологов, которые опрашивали жителей по месту проживания, в Ордло, в так называемых ДНР и ЛНР, люди говорили, а нам все равно. Вот мы, лишь бы не было войны, мы готовы жить. Это, да, это настроение обывателя, настроение людей, у которых нет четко выраженной идентичности, и это следствие в том числе вот этого патернализма. Но в чем опасность патернализма? Когда патер, патрон, правитель не выполняет своих обязанностей, плеб сможет выйти из повиновения. Да. Он будет искать другого патрона. Да. Так что это, вот такая опасность тоже может подстерегать Путина. Но сейчас, я думаю, все-таки вот очень заметно, что в России вновь обострились вот настроения, которые были в 22-м году. Вот если последние полтора года в элитах, особенно российских, да не только в элитах, ну и у многих россиян, но особенно в элитах, вновь появилось ощущение, Путин непобедим. Россия еще чуть-чуть выиграет эту войну, дожмет и Украину, и Запад. А сейчас вот этот миф развеялся. Оказалось, что война развивается не так, как они думали, не так, как они ожидали, и что эта война уже приходит в саму Россию. Еще неизвестно, что будет завтра, куда она может идти, либо по земле, либо в воздухе. И вот этот страх перед войной, он сейчас вновь в России появился, и это вот фиксируют уже и социологи, и уже по некоторым косвенным данным уже и элиты российские забеспокоились. Поэтому я думаю, что мы увидим в ближайшее время запрос на прекращение войны, достаточно ярко выраженный в России. Вот именно вследствие операции ВСУ в Курской области. Еще один очень важный эффект, о нем когда-то писал в самом начале войны генерал Залужный. Это эффект перенесения войны на территорию Российской Федерации. И вот мы видим сейчас парадокс, я не знаю, видели вы или нет этот сюжет, вот он как российская оппозиция Дунцова привезла гуманитарку в Курск, и вот в неком пункте временного размещения она спрашивает у курян, которые эвакуировались туда из зоны боевых действий, мол, типа, вы сколько здесь живете? И они говорят, с начала войны. Они спрашивают, с 22-го года? Они говорят, нет, 6 дней. То есть для них война началась 6 дней назад. До этого войны у них не было. Совершенно верно. Вот я поэтому и говорю, именно вот приход войны в Россию, к простым россиянам, да и к более широким слоям общества, включая российские элиты, это одно из самых важных последствий нынешней ситуации в Курской области. Война приходит в Россию, потому что, к сожалению, вот возник феномен, и Путин как раз на это опирался, что война идет только в Украине. Война не касается абсолютно большинства россиян. Кто хочет, идет воевать за деньги в основном. Путин тоже нашел. Когда он увидел, что мобилизовываться россияне не хотят, и это вызывает всплеск напряженности, противоречия, проблемы, тогда он стал использовать финансовые механизмы. А сейчас вот война пришла. Поэтому, да, вот эта вот фраза, абсолютно согласен, я тоже на нее обратил внимание, да, для них война началась. И вот чем для большего числа россиян война начнется, реальная война, будет ощущение понимания этой войны, что если эта война не пришла, то завтра может прийти, то вот тем быстрее в России будет возникать осознание того, что эту войну надо прекращать. Эта война является опасностью, проблемой и угрозой для самих россиян. Очень интересная реакция Запада, и мне кажется, очень показательная реакция Запада с точки зрения нового взгляда на Украину и на то, что Украина может себе теперь позволить. Или не может, но позволяет. Украина стала более самостоятельна в принятии решений. Украина на самом деле все больше и больше становится похожей на Израиль, который действует в своих интересах в первую очередь. Но на самом деле это начало происходить еще в 22-м году, даже в первой неделе войны. Вот знаете, в чем парадокс? Ну это касается и Владимира Зеленского, как президента Украины, и украинского народа, и вооруженных сил Украины. Ведь нам предписывали определенный сценарий, не только в Москве, в Кремле, но и на Западе. Большинство и тогда было уверено на Западе, что мы войну проиграем очень быстро. Ну потому что у России огромные ресурсы, армия большая, более боеспособная и так далее. А мы ослаблены внутренними противоречиями, коррупция, недоверие к власти и так далее. И тут для них стало сюрпризом. И президент никуда не сбежал, организовывал оборону. И вооруженные силы Украины дали мощный отпор врагу. И украинское общество не раскололось, а консолидировалось. Вот первый раз, когда провергли все эти ожидания и предписанные сценарии, уже тогда проявилась, скажем так, субъектность Украины. И на Западе Украина открылась совсем иначе. Не так, как ее представляли раньше. Нас же раньше считали failed state. Удачным и успешным государством. А оказалось, что Украина может, умеет защищать сама себя. Только после этого нам начали помогать по-настоящему. Но потом был период 1923 года, начало 1924 года. Усталость от войны, которая в Украине начала проявляться. И на Западе, к сожалению. И отсюда разговоры. Война зашла в тупик. Но давайте договариваться, даже если это будет на условиях Путина. Такие разговоры тоже пошли. И вот теперь новый сюрприз от Украины. Действительно, на Западе, ну я думаю, что в самых общих чертах украинское руководство предупредило американских, прежде всего, коллег, что Украина предпримет наступательные действия, но без детализации. А знаете, почему без детализации? Потому что, по некоторым данным, одна из причин неудачи прошлогоднего летнего наступления заключалась в том, что планы военные, которыми Украина поделилась с нашими союзниками, произошли утечки. И об этих планах узнали и в Кремле, и в российском Генштабе. Поэтому сейчас мы очень благодарны нашим партнерам, но мы знаем, там тоже есть дырки, из которых текут, скажем так, ручейки. Ну, напомню известную историю год с лишним назад, весной прошлого года, когда, скажем так, военнослужащий низкого ранга выложил в социальную сеть сотни или тысячи секретных документов, в том числе, кстати, касающихся Украины. Поэтому Украина соблюдала здесь осторожность, нормальную, обоснованную осторожность, но в очередной раз показала не только то, что она может удивлять наших западных партнеров и международные сообщества, но то, что Украина сохранила способность наступать, способность менять ход военных действий. Вот это, наверное, стало главным сюрпризом. И мы вновь видим, кто-то, конечно, обеспокоен, кто-то насторожен, кто-то считает, что слишком рискованная операция. А почему, кстати, так считают? Ну, риски, конечно же, есть. Но это те самые военные и политические эксперты, которые считали, что Украина проиграет войну, если не за три дня, то за три недели. Да. По другую причину. У россиян больше ресурсов. А оказалось, что воевать-то надо не числом, а умением. Это я Суворова цитирую. Да. И оказалось, что украинские войска не потеряли этот навык. А вот вновь его показали. Как только ресурсов стало хотя бы немножко больше, недостаточно для полноценного наступления на всех фронтах, но немножко больше, Украина смогла продемонстрировать нестандартность военных действий. И, конечно же, в очередной раз Украина показала свою субъектность. Не только сейчас, в очередной раз. Да. И я думаю, что одна из целей этой операции, в том числе подтолкнуть некоторых наших чересчур осторожных партнеров к более решительным действиям. К пониманию того, что все эти вот красные линии, которые они сами себе нарисовали в своих головах, они условны. Не надо бояться Путина. Надо действовать более решительно. И вот мы показываем пример. Ну, я так немножко утрирую, но в армии знают это выражение. Делай, как я. Да. Вот решительно, нестандартно. Сильнее надо действовать. Менять ход военных действий. Можно это делать. Даже с ограниченными ресурсами, как сейчас у Украины. А если Запад предпримет больше усилий, то тогда и вероятность того, что Россия отступит, она станет гораздо большей. Вот в этой связи, если продолжить мысль о том, что Запад увидел и видит этот призыв, делай, как я, со стороны Украины, сколько времени необходимо Западу для того, чтобы сконцентрироваться и действительно поменять свою парадигму? Ну, приблизительно. Потому что пока что, ну вот, две недели, практически две недели, чуть больше, чем две недели, прошло с начала Курской операции. Запад удивился, поднял бровь, потом сказал, ага, вот так. Но мы пока не видим вот этого, типа, окей, ребята, значит, вот вам это, это и это, потому что мы видим, что вы молодцы. Ну, к сожалению, тут нет простого и однозначного ответа. Ну, опыт войны об этом говорит нам. Потому что сколько уже красных линий преодолевали. И поэтапно. Когда наши западные друзья и партнеры увидели, что мы выстояли в первый месяц войны, я напомню, когда нам начали давать тяжелое вооружение. Ну, после того, как приехали первые западные визитеры в Киев в апреле 22-го года, и Борис Джонсон, и Урсула фон Довляй, ну, потом поток пошел, один за другим начали. Они приехали, увидели, нормально, Киев стоит, все на месте, Зеленский на месте, да. Украинская армия надежно обороняет свою столицу и отбросила врага. Вот после этого они начали нам, скажем так, усиливать и политическую, и военную помощь. Ну, вот мой прогноз такой. Постепенно это будет, поэтапно. К сожалению, не одномоментно. Да, много рассуждений, конечно, о результатах американских выборов, как они могут повлиять. Но даже если Трамп придет и будет видеть, что украинцы не так слабы, как он думает, потому что в некоторых его интервью там солдат не хватает. Да, не хватает, потому что война такая большая и масштабная. Но Украина показывает, что она умеет защищать себя против такого опасного противника, как Россия. И не только защищать, но и успешно действовать против него на его территории. Я думаю, это тоже будет влиять и на самого Трампа, и на часть его окружения. И это будет влиять, если Камала Харри станет президентом, тоже будет влиять и на ее поведение, на ее оценки. И многие ожидают, что она все-таки в силу разных причин и факторов будет немножко более решительной, чем нынешний президент США. Но, как всегда, именно украинские действия, именно украинская решительность является тем фактором, который заставляет более решительно действовать и наших западных партнеров. Это на самом деле получился вход в трамповской манере. Заход в Курскую область – это как раз ход в трамповской манере. Альфа-самца. Он одновременно показал силу и потенцию Украины. Мы можем войти и вот нам плевать на красной линии. Такой достаточно яркий ход в техасском стиле. С другой стороны, он показал слабость и импотентность Путина в этом вопросе, который был пум-пум, а на самом деле получил удар под дых и после этого скукожился и так «оу-оу-оу, я не могу». Никакой. Вы знаете, мне все-таки, я бы тут не про трамповскую манеру говорил, мне здесь больше видится, ну, стиль военной операции – это сырский. Как это было в Харкельском. Сейчас много публикаций на эту тему. Я, кстати, тут, вот когда меняли командующие вооруженными силами, было много скепсиса по поводу сырского. Я напоминал тогда еще, что, не забывайте, этот человек успешно руководил обороной Киева и провел очень успешную харьковскую операцию. Вот сейчас он в очередной раз доказал свои военные таланты. Но политически вот то, что произошло, это стиль Зеленского. Это вот стиль Зеленского. Трамп действует, знаете, вот так вот, я бы сказал, стихийно, несистемно, такие вспышки. Никогда не знаешь, что ожидать дальше. А Зеленский, вот он упертый, упрямый, в хорошем смысле слова. Он не собирается сдаваться. И он вот в этот раз показал, что мы можем менять ход войны. И он сторонник вот таких неожиданных, нестандартных, сильных и ярких действий. Кстати, обратите внимание, ну, потому что все внимание было на операцию в Курской области, но практически в те же дни, в тот же день начала Курской операции, был удар по одной косе в Крыму, потом по другой. И это, ну, там действовало ведомство Буданово. Но тоже очень показательно. То есть удары наносились в разных местах. И я думаю, что это не последний сюрприз, который ожидают россиян. Поэтому я больше склонен здесь говорить о стиле Зеленского, потому что вот это его манера и политическая, и управленческая. Прекрасно, что в данном случае она, мне кажется, совпадает с видением Трампа. Во всяком случае, ему это может понравиться. Давайте так. Да, я думаю, что вот это влияет на Трампа. Он тоже эмоциональный человек, и на него такие вещи оказывают воздействие. Он уважает силу, кстати, да. Он тоже уважает силу. И ему силу надо демонстрировать не только Путину, но и Трампу тоже. Да, несомненно. Вот как нас стали больше уважать в 22-м году, так и сейчас. Мы видим, как это вернуло уважение, какие восторги там Линдси Грэм приехал и рассыпался в комплиментах. И не только. И целый ряд западных и европейских политиков. Так что это как раз следствие того, что Украина в очередной раз показывает свою состоятельность, свой потенциал, свою решительность, свое мужество. И вот это решающий фактор. Главное, чтобы еще были ресурсы. Вот ресурсы. А это уже зависит от наших партнеров. Вопрос важный, философский, с точки зрения будущего, и с точки зрения украинской, украинской прежде всего. Что дальше в Курской области? Нужно ли провозглашать на освобожденных от путинской власти территориях некую альтернативную, оппозиционную, с бело-голубо-белым флагом державу или же хотя бы систему власти? Объявить, что там вот у нас прекрасно. Есть тысяча квадратных километров новой прекрасной России будущего. Ну, это один из вариантов, но думаю, на будущее. Не на сегодняшний, может быть даже не на завтрашний день. Важно другое. Вот пока чисто в военном отношении, уже очевидно, украинские войска закрепляются. Это будет плацдарм. И этот плацдарм будет инструментом давления, как военного, так и политического на Россию. В том числе и на будущие переговоры по завершению войны. Вот это очень важный момент. Об этом много говорят. В самой России это, кстати, хорошо поняли. Ну и на Западе тоже много и публикаций на эту тему. Вот очень важно, что это, знаете, не был просто рейд на несколько дней. Кстати, тактика рейдов, которую в старину использовали и крымские татары, которые ходили походами на Москву, и украинские казаки тоже умели это делать. Поэтому в данном случае это не рейд на несколько дней. Это такая системная и долговременная военная операция. И поэтому создаются военные комендатуры. Тем местным жителям, кто там остался, входит в зоне боевых действий, оказывается гуманитарная помощь. Что будет дальше? А это будет зависеть от развития ситуации. В том числе от реакции Москвы, от готовности Москвы к переговорам, к реальным переговорам. Без ультиматумов и так далее, к реальным переговорам. Вот если будет реальная готовность, ну тогда, да, тогда, скажем так, России будут предъявлены соответствующие условия, что россияне, если хотят вернуть свои земли, должны освободить, ну как минимум, часть оккупированных земель. А Путин пойдет на это, по вашему мнению, по вашему опыту? Ну, это зависит, конечно же, от ситуации на момент переговоров. Я очень надеюсь, что вот эти плацдармы будут сохранены, и Путин тогда вынужден будет так. То, что он вернется и будет идти на переговоры, вот что бы они сейчас не говорили, вот что там Украина разрушила перспективу мирных переговоров, они не договаривают. Разрушена не перспектива мирных переговоров, а перспектива переговоров на российских условиях. Что не будет уже теперь переговоров, где россияне будут диктовать нам какие-то условия, требовать односторонних уступок и так далее. Нет. Переговоры должны стать более реальными. Поэтому сейчас они психуют, сейчас, конечно, никаких переговоров не будет, но через некоторое время, я думаю, прежде всего, если ситуация стабилизируется, и не только в Курской области, но и на Донбассе, вот тогда, я думаю, Путин вынужден будет пойти на переговоры. Просто вынужден. У него другого выхода не будет. И особенно, если будут нарастать в самой России, в том числе, вследствие событий в Курской области, антивоенное настроение. Поэтому я думаю, что переговоры так или иначе состоятся. А вот если Путин будет по-прежнему выдвигать ультиматумы, требовать каких-то там уступок от Украины неадекватно, ну тогда, я думаю, что надо дать волю, возможность проявить себя российским оппозиционерам. Вы хотите построить другую Россию, иную Россию? Ну вот, пожалуйста, мы можем вам помочь, дать возможность такую. Проявите себя. А заодно, да, проявите себя именно в России. Не на территории других государств, не в оппозиции заграничной, а в самой России проявите себя. Да, и где-то с нашей помощью, вот на территориях, которые контролируют вооруженные силы Украины, но и внутри самой России, в конце концов, проявляйте себя. А не только в Ютубе и в социальных сетях. А с другой стороны, вот тоже очень важно, что Украина показывает, что мы действуем на этих территориях совсем иначе. Не так, как Россия. Мы не действуем как оккупант. Не идет речь об аннексии этих территорий, о зверствах по отношению к мирным жителям. И как раз вот Россия хотела нас обвинять. Запускались разные фейки. Кстати, тоже вот сейчас в России просто истерика по поводу того, что украинские власти дали возможность двум итальянским журналистам заехать в суд. Да, да. Посмотреть, что там происходит. Ничего там страшного не произошло. Ну, вернулись, написали, рассказали правду. И в России просто истерика по этому поводу. Да, как же это так? Потому что они же пытались продвигать совсем другую, альтернативную картину. И того, что якобы, что суджу не контролируют украинские войска. И что там, где украинские войска, происходят какие-то ужасы. А ужасы на самом деле демонстрируют российские военные. Да, да. Это очень средневековый стиль, да. Как они поступают там с телами погибших украинцев. И как они себя ведут нецивилизованно. Вот этот контраст нам тоже очень важно показывать. И не только для Запада, но и для самих россиян. Поэтому я думаю, что как раз вот закрепление украинских войск на территории Курской области, оно важно и в этом смысле тоже. Спасибо вам огромное. До встречи. Будем следить за тем, как будут развиваться события и дальше. И может быть кто-то знает. Флагом КУНР станет бело-голубо-белый, да. И все наши шуточки, которые мы уже все перешли. То есть появится новая КНР на Инстаграме Китая. ФУНР, КРНР, как угодно, но мы уже шутили-шутили. Кстати, смех смехом, но вот многие сейчас обращают внимание, но это по поводу, опять-таки, я думаю, это тоже можно использовать. Когда вот там Путин все время говорит, Новороссия, это русские земли и так далее. Так суд же, этимология, происхождение, история, топонимика. Да, да. Там, кстати, многие населенные пункты имеют предикаты, я это знаю по Харьковской области, черкасское. Да. Черкассы, это так называли в 17 веке украинских казаков, которые обороняли, ну, это были такие засечные пункты. Поэтому вот тоже Украина уже тогда там присутствовала. Тогда Украинский основывал несколько населенных пунктов, которые сейчас освобождают украинские войска. Там Богдановы палаты есть отдельно, да, то есть это... Совершенно верно, но если еще глубже, то это часть Черниговского княжества, ну и так далее. То есть тут исторические корни тоже очень интересные. Так что Турцкая область дает нам много интересных таких сюжетов, не только нынешних, но и исторических. Зовите Такера Карлсона, у нас тоже есть папочка с документами. Спасибо огромное и всего доброго. Спасибо. 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 Спасибо.